Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины. Не только в виде тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутуб. Ссылочка на наш новый канал будет в описании. Герой нашего сегодняшнего сюжета из разряда про что нужно знать, выбирая поддержанный автомобиль, это корейский хэтчбэк, который стоит в иерархии компании Kia на ступенечку выше Рио. Эта машина неплохо продавалась, будучи новой и, соответственно, на вторичном рынке также есть соблазн посмотреть в ее сторону. Встречайте, Kia Seed второе поколение в кузове JD. Kia Seed в кузове JD второе поколение модели появился в 2012 году. Этот автомобиль простоял на конвейере всего 6 лет. В 2018 ему на смену пришло новое актуальное поколение. Рестайлинг у этой машины случился в 2015 году и слегка поправил линейку агрегатов. Если говорить обобщенно, то под капотом Седа вы могли обнаружить один из следующих двигателей. 1,4 бензин на 100 лошадиных сил, 1,6 бензин на 129 лошадиных сил, 1,6 бензин атмосферник, но с прямым впрыском топлива на 135 лошадиных сил. Также была версия GT, где под капотом стоял 1,6 литровый турбированный на 204 лошадиные силы мотор. Был в линейке силовых агрегатов и дизель объемом 1,6 на 135 лошадиных сил. Кузова Седа могли быть либо трехпятидверным хэтчбэком, либо универсалом, а коробки передач, механика, классический автомат, либо роботизированная трансмиссия на прямовпрысковых версиях в кузове универсал. Ну а по типу привода выбора у вас не было. Все Седы безальтернативно переднеприводные. Наш сегодняшний экземпляр это дорестайлинг, 13-й год, 1,4 под капотом и шестиступенчатая механическая коробка передач. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину локрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот плохо он сопротивляется ржавчиной. В том, что касается толщины окраса, Сид это типичный корейский автомобиль. В основной массе у этих машин показания толщиномера будут лежать в диапазоне от 90 до 140 микрон. Качество окраса здесь неплохое, но и не сверхпрочное, поэтому, конечно, сколы и царапины на этом автомобиле появляются с годами и пробегом, так же, как и на любом другом. По прочности лакокрасочное покрытие звезд с неба не хватает, но и к особо хрупким не относятся. Понятно, скольчики и царапки в процессе эксплуатации на этом автомобиле появляться неизбежно будут. А вот что касается стойкости к коррозии, то у второго Сида с этим все в целом обстоит весьма неплохо. Если не брать в расчет, откровенно битые машины, плохо восстановленные после ДТП. По традиции, в первую очередь, при осмотре подобной машины обратите внимание на состояние пятой двери и на состояние порогов. Дорожный просвет у Сида стандартный легковой, и если владелец неупотреблял ездой по поребрикам и бордюрам, то вполне возможно, какие-то полученные порогом повреждения уже могут на возрастных автомобилях приводить к появлению очагов коррозии в этих местах. При осмотре поддержанного второго Сида нужно также обратить внимание на то, работает ли корректно механизм стеклоочистителей. Дело в том, что, как и на старшей модели Kia Optima, на Сидах встречается проблема с трапецией дворников. Со временем, если ее не обслуживать и время от времени не смазывать механизм, она может элементарно закиснуть, что в особо запущенных случаях приведет к необходимости поменять ее в сборе. Что касается салонного электрооборудования, то здесь у Сида в целом все благополучно. Единственное, при осмотре понравившегося экземпляра мы советуем проверить особенно работоспособность всех кнопок на рулевом колесе, поскольку в этом случае причина может крыться в подрулевом шлейфе. И второе, если автомобиль укомплектован подогревом сидений, то не лишним будет проверить его на работоспособность. Также случаи выхода его из строя на этих автомобилях бывали. Ну а теперь поговорим про силовые установки второго Сида. Базовым мотором в линейке был, как в нашем случае, G4FA. Это 100 лошадиных сил, это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров. Два верхних распредвала. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, здесь разве что фазовращатель на впускном валу. Впускной коллектор самый обычный, без всяких заслонок, то есть длина впуска здесь постоянная. Привод ГРМ цепной, используется пластинчатая цепь Морзача и ресурс это около 200 тысяч километров пробега до замены. Впрыск топлива самый обычный распределенный, а гидрокомпенсаторов зазоров клапанов нет. Поэтому регулировать зазоры по регламенту нужно раз в 90 тысяч километров пробега. По большому счету G4FA это достаточно надежный двигатель, несмотря на свой маленький объем. При должном обслуживании и регулярной замене масла эта силовая установка отходит у вас за 300 тысяч километров пробега. С запчастями на эти агрегаты также нет никаких вопросов. И по большому счету, если эти моторы и подкидывают какой-то сюрприз, то связано это может быть либо с выходом из строя катушки зажигания, либо с протечкой масла по прокладке клапанной крышки, либо с навесным оборудованием. То есть каких-либо характерных болячек у этого мотора, характерных именно для него, пожалуй, нет. Самая большая проблема, которая может возникнуть у G4FA в процессе эксплуатации, будет связана с возможностью разрушения катализатора, который в данном случае выполнен в форме кат-коллектора. То есть располагается практически сразу в непосредственной близости от выпускных клапанов. И в случае, если каталитический нейтрализатор начал сыпаться, а такое в основной массе происходит у людей, кто либо редко меняет свечи зажигания, либо ездит с нерабочей катушкой, то есть на троящем моторе, когда топливо догорает, уже непосредственно в коллекторе приводит к оплавлению сок. В этом случае создаваемое в выпускном тракте противодавление может часть керамики в виде мелких песчинок перенаправить через выпускные клапана вам обратно в цилиндры, что, конечно, приведет к образованию задиров на стенках. Для этих двигателей это не повальная проблема, в отличие от двухлитровых версий G4KD или G4NA, которые использовались на AX35 и Kia Sportage. Но иметь это в виду и, соответственно, при осмотре поддержанного экземпляра выкрутить свечи и посмотреть видеоэндоскопом на предмет того, что происходит со стенкой цилиндров, вы можете. Особенно, если к этому есть предпосылки в виде стука при работе мотора. В остальном двигатель простой, двигатель надежный и ходит достаточно долго. Следующий двигатель объемом 1,6 литра на 129 лошадиных сил носит индекс G4FG. Это также четверка с алюминиевым блоком с чугунными гильзами и цепным приводом ГРМ. Но в данном случае на 1,6 моторе позавращателей уже два и на впускном, и на выпускном валу. И используется впускной коллектор с изменяемой геометрией, то есть с заслонками, который какой-либо проблемностью не отличается. В процессе выпуска этого автомобиля G4FG модернизировался, и с 2014 года пластинчатую цепь Морзо в приводе ГРМ компания заменила на роликовую, которая стала служить уже подольше. Здесь также нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, и зазоры также нужно регулировать раз в 90 тысяч километров. По сути дела, G4FG это также простой и непроблемный в эксплуатации мотор, который способен проехать более 300 тысяч километров. Но при покупке поддержанного экземпляра стоит иметь в виду, что кат-коллектор на нем стоит все такой же, как и на моторе 1,4. Поэтому, если вы смотрите подобные автомобили, вроде все неплохо и пробег небольшой, но двигатель работает с каким-то странным для вас шумом в виде стуком, то обязательно покажите эту машину профильной станции. Поскольку проблема с шумом может быть связана не только с неотрегулированными клапанами, но и все с теми же задирами вследствие разрушения катализатора. Следующим мотором, который появился на рестайлинговых универсалах СИД, был 1,6-литровый 135-сильный G4FD. Это практически то же самое, но разница заключается в том, что на данном моторе применен прямой впрыск топлива, то есть установлен ТНВД и форсунки высокого давления. Все так же нет гидрокомпенсаторов, стоит все тот же впускной коллектор с изменяемой геометрией, и по большому счету данные моторы разве что более чувствительны к качеству топлива. По сути дела, кроме прямого впрыска, отличий от G4FG здесь минимум. Все тот же впускной коллектор с переменной геометрией, все та же цепь в механизме ГРМ, те же два фазовращателя на впуске, и по большому счету те же проблемы. Разве что в силу наличия непосредственного впрыска топлива на этих моторах быстрее обрастают отложениями клапана в головке блок цилиндров. Соответственно, если автомобиль потерял в динамике, потерял мощность, начинает подтупливать, имеет смысл обратить свое внимание как раз таки на состояние клапанов и возможно сделать раскоксовку. Ресурс прямовпрысковых агрегатов также около 300 тысяч километров пробега, но вот стоит заметить, что агрегатировался этот усовершенствованный более современный мотор с роботизированной шестиступенчатой трансмиссией. Ну а самым мощным в линейке бензиновых моторов на Kia Ceed является G4FJ на 1,6 литра с 204 лошадиные силы и 265 ньютон-метров крутящего момента. Устанавливался он только в паре с шестиступенчатой механикой и только на хэтчбеке в версии GT. Данный мотор, помимо турбины, имеет также и непосредственный впрыск топлива с ТНВД, цепной привод ГРМ с ресурсом цепи около 150-170 тысяч километров до замены, обычный впускной коллектор без изменяемой геометрии и два фазовращателя. Регулировать клапана на турбомоторе придется, делать это надо раз в 80 тысяч километров пробега, гидрокомпенсаторов здесь нет. Ну и форсированность данной силовой установки предъявляет повышенные требования к качеству топлива. Эти моторы, помимо очевидного, то есть перегрева, очень боятся детонации. И на самых первых партиях автомобилей даже были случаи выхода из строя самой поршневой группы, когда двигатели менялись по гарантии дилерам. Так что езда на низкооктановом бензине турбоагрегатом в данном случае очень сильно противопоказана. Ресурс турбомотора на СИГЕ – это около 200-250 тысяч километров пробега. Также имейте в виду, что именно турбоверсии имеют склонность после 100 тысяч километров пробега начинать потихоньку подъедать масло. При выборе турбомотора нужно быть внимательным вдвойне, и помимо диагностики самого двигателя придется также внимательно продиагностировать и сам турбокомпрессор. Кстати, на G4FJ, на единственном из силовых агрегатов, всегда используются маслофорсунки для охлаждения поршней. Ну и последний двигатель в линейке – это дизель. Его индекс D4FB. Это чугунная рядная четверка объемом 1,6 литра на 135 лошадиных сил, но почти 300 ньютон-метров крутящего момента, что весьма и весьма неплохо. Этот силовой агрегат получился весьма экономичным, и помимо этого СИД на дизеле достаточно неплохо едет. Сам по себе двигатель весьма неплохой, и его ресурс способен перешагнуть за 350 тысяч километров пробега. На этом моторе, на единственном из всех, которые можно было найти под капотом СИДА, есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, поэтому заниматься регулировкой здесь уже не придется. ГРМ цепной, причем цепей там две. Одна приводит в верхнюю часть механизма, а одна – нижнюю. Ресурсы у этих цепей не одинаковые, и, как правило, первой на замену просится верхняя цепь. Случается это на пробегах около 120-140 тысяч. И уж если дело дошло до замены цепей, то менять их, конечно, лучше парой, поскольку те самые 20-30 тысяч километров пробега, через которые попросятся на замену нижняя цепь, просто не стоят того, чтобы повторно оплачивать всю работу и снова залазить в ГРМ. Система впрыска на дизеле стоит Common Rail, как и на всех современных агрегатах, и по большому счету к качеству солярки сид на самом деле достаточно привередлив, поэтому абы что сюда заливать не стоит. На самых первых автомобилях были проблемы по ресурсу турбины, но со временем на рестайлинге ситуацию поправили, однако при покупке дизельного автомобиля все-таки правильнее будет прогнать его через профильную диагностику именно на дизельной станции. По большому счету проблемами, кроме, например, регулятора давления наддува, этот двигатель особо не огорчает и не расстраивает. Если вы найдете дизельный сид в хорошем техническом состоянии, исправный и обслуженный, смело берите. В принципе, если у вас есть доступ к качественной солярке и вы будете вовремя менять в нем масло хотя бы раз в 6-7 тысяч километров пробега, этот двигатель выходит весьма большой пробег. Но не забывайте периодически чистить систему рециркуляции картерных газов. Ну а теперь про коробки передач второго седа. В нашем случае механика шестиступенчатая, ее маркировка М6 CF1. Это в целом, на самом деле, весьма неплохая трансмиссия, которая ходит достаточно долго, потому что механика. Но при осмотре подобного автомобиля БУ на тест-драйве нужно обязательно убедиться, что здесь не вводят подшипники, то есть коробку эту не покатали с упущенным уровнем масла. На подъемники посмотреть, чтобы не бежали сальники приводов, что встречается. И также на тест-драйве обратите внимание на то, чтобы не было проскальзывания сцепления, поскольку к большим пробегам на этих трансмиссиях могут подтекать сальники первичного вала, что приводит, соответственно, к замасливанию диска сцепления и последующих пробуксов. Ресурс самого комплекта сцепления это за 100 тысяч километров пробега. Выжимной подшипник здесь служит практически по полтора-два раза больше, то есть 150-180 тысяч километров пробега. Ну, а в остальном каких-либо претензий к этой коробке-то по большому счету и нет. Трансмиссия очень короткоходная, очень четкая, перепутать здесь передачи практически невозможно. Кроме того, на седах очень короткоходная педаль сцепления, которая достаточно информативная и вообще удобная при езде по городу. Что касается автоматической трансмиссии, здесь был классический гидромеханический автомат, шестиступенчатый, маркировка А6ГФ1. Эта трансмиссия к моменту, когда попала на сед, практически излечилась от проблем с гидроблоком на ранних версиях, поскольку на этих машинах она уже шла модернизированная. По железу коробки здесь нареканий никаких нет, все проблемы были связаны с программой управления. Интервал замены масла в автоматической коробке седа это 60 тысяч километров пробега. Коробка критично относится к эксплуатации на грязном масле, поскольку здесь, как и на любых современных машинах, часто используется блокировка гидротрансформатора, накладка изнашивается и вот эти продукты износа как раз и нужно периодически удалять заменой масла и фильтров. В остальном же ресурс этой коробки далеко за 250 тысяч километров пробега. Единственное на это здравие, убедитесь, что автомат не толкается, не пинает и вообще ведет себя адекватно. Что касается роботизированной шестиступенчатой трансмиссии, которая устанавливалась в паре с мотором 1.6 GDI, на этих автомобилях кузове универсал, то вряд ли вы будете прямо целенаправленно искать именно такой автомобиль. Да и статистики по этим трансмиссиям не так много. Что касается подвески Kia Ceed 2-й генерации, то спереди у нас использован Макферсон, а сзади многорычажка, а не балка, как на Kia Rio и соплатформенном Solaris, которые стоят в модельном ряду на ступеньку ниже седа. Подвеска здесь получилась довольно сбалансированной, в меру жесткой. Машина очень неплохо управляется и очень неплохо стоит напрямой. Что для города, что для трассы, этот вариант очень даже удачный. Что касается ресурса ходовой части, то по большому счету эта машина не уступает по запасу прочности многих компонентов своим одноклассникам. В частности, ресурс амортизаторов и опорников здесь это около 140 тысяч километров пробега. Ступичные подшипники от 80 до 120 тысяч. Рулевые тяги и наконечники где-то 70-80 тысяч до замены. Даже такие традиционно слабые вещи, как втулки и стойки переднего стабилизатора, на этих автомобилях просятся на замену никак не раньше, чем 40-50 тысяч километров пробега. Также подвеска седания отличается особой дороговая злой в содержании. В данном случае, кстати, нижние шаровые опоры вы можете поменять отдельно от рычага, даже на оригинальную деталь. Единственное, что слегка омрачает прочность ходовой части Kia Ceed, это рулевая рейка. Она здесь электрическая. И были случаи, когда рейка начинала стучать на совсем детских пробегах, начиная с 30-40 тысяч километров. Причем чаще всего проблема решалась с заменой оригинальной втулки рейки на дубликатную. Так что при осмотре подобного автомобиля на предмет люфтов и стуков рулевую рейку надо проверять в обязательном порядке. Что касается задней подвески седа, то в отличие от младшего Рио, здесь у нас многорычажка, по три рычага на сторону, соответственно, большее количество саренблоков. Но все это дело начинает проситься на замену никак не раньше, чем на 150 тысячах километрах пробега или что-то около того. Что в целом по легковым меркам на самом деле неплохо. Итак, выводы по второму седу. Можно ли рассматривать подобный автомобиль для покупки, либо нет. На самом деле вполне себе можно. Мы бы рекомендовали в этом случае остановить свой выбор на версиях 1.6 атма без прямого впрыска топлива на 129 лошадей, либо 1.4, ну и соответственно на механической, либо автоматической коробке передач. По большому счету при покупке подобного автомобиля в ходе диагностики самое основное, в чем вам надо убедиться, это в отсутствии задиров в цилиндрах. Соответственно, если катализатор уже удален и цилиндры в порядке, то беспокоиться вообще не о чем. В остальном силовые установки, это касается атмосферников, здесь крепкие и весьма ресурсные. Коробки передач также по большому счету без нареканий. Ходовая часть, несмотря на то, что здесь она маленько посложнее за счет задней подвески, чем в том же Солярисе, но также не разорительна в ремонте и неплохо по ресурсу. Ну а кузов очень неплохо сопротивляется ржавчине. Самое главное, не прикупить себе крепко битую машину. Также при покупке Kia Ceed в кузове универсал обязательно пробивайте машину по всем доступным базам, поскольку этих автомобилей, особенно в начальных комплектациях, было достаточно немало в службах такси. И, соответственно, пробеги могут очень сильно отличаться от заявленных на одометре. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте писать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Кстати, если у вас был или есть до сих пор Kia Ceed в кузове JD, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить, ну либо в чем нас поправить, также пишите в комментариях. Людям, выбирающим подобную машину, ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр, хорошего дня. Пока!